Собираемся ехать с озера Малави Сейчас мы были недалеко от Лилонгвы, буквально 120 километров Доехали до озера, до Сингабей А сейчас поедем севернее, 350 километров отсюда в Нхатабей Говорят, там самые прикольные пляжи Прямо возле нашего домика Вот домик наш А вот прямо возле него растут кокосы Хочу попробовать открыть кокос без использования ножа Ни разу этого не делал Так, эту штуку открутили Сейчас надо кожуру снять Вот такой выступ, сейчас попробуем в него Короче, фишка в том, что кокос недозревший Он этой деревяшкой проткнулся очень легко Значит, внутренняя часть, внутренний орешек Он еще не сформирован Обычно убираешь этот жмых Верхний слой И потом У тебя получается Орех внутри И орех потом раскалывается А эта фигня сразу Раскрылась Представьте, что я на необитаемом острове Я очень голодный Пожалуйста Ну видите, какой мягкий И сама эта штучка Она еще не сформирована Она вон как Как желе Ну пахнет Пахнет кокосом Остановились на дороге, хотим купить Фиш? Да А, она просто А, это самые копченые Это дровый Да? Да, это хороший фиш Хороший фиш? Будешь покупать? Нет Я на улице не ем А, у тебя есть маусы? Маусы Маусы, нет маусы А, нет маусы А, нет маусы А, нет маусы А, нет маусы Блин, ну ладно А вот еще коптится Вот наши, короче, вчерашние пираньи Смотрите А, что название этой фишки? Бьюми Бьюми? Бьюми Понятно Так ни разу не переживал за хамелеонов А, он, знаешь, почему он так ходит Потому что асфальт горячий И он лапки, короче, это Ему жарко А, может, не украдется просто А, может, не просто такая движуха, как палочка Идет, понял, как как будто на ветру катает И качается Иди сюда, детка Это хамелеон, детка А, подожди, дружок, дай руку Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ты видел, смотри, посмотри, поснимай, вот смотри, видишь след, да, нормально, прикольно, это вы, короче, остановились, это каучуковая ферма, вот это все каучуковые деревья, силиконовые деревья, вот такие вот мячики продают, вот такой, как будто много маленьких резиночек, он не обработанный, ничего, и он внутри полый, скачет пипец, как круто, да, каучук, очень легко скачет, вообще, а could you show the силикон, liquid, жидкий, каучук, силикон, вот он, смотри, свежая резина, свежая резина, свежая резина, вот смотри, смотри, короче, Паш, я тебе научу, вот делаешь такие прорези, с них постепенно стекает, вот у них наполняется, вот он вот такую вытаскивает, сколько? 10,000 10 000 ааа, нет проблем, нет проблем, дискаунт, дискаунт, это вот прайс, дискаунт, 10 000, ого, Короче, запарили чувака, чтобы он сделал на маленький, типа как теннисный мячик, но за тысячу, тысяча это полтора доллара, так это из-за три, Это он сейчас просто сделает основу, а потом замотает этим резиной. Так это и есть основа, да? Да, но она просто, вот он сейчас ее красивый. Это вообще легкая работа получается. Да. Может тоже сделай, Паш, сам. Ну сделай мне мячик, пожалуйста. Не, подожди, а как он такой круглый делает, красивый? Просто со временем. It's easy job. Вот у меня hard. Не, он так круглый будет, он просто, видишь, стягивается, и он постепенно становится круглым, идеально ровно. Знаешь, чем пахнет этими сушеными кальмарами? Ты можешь сожрать, может быть, реально кальмар, на самом деле. Но он выглядит так же, честно говоря. У меня руки теперь пахнут этим кальмаром, да, и теперь надо их помыть. Ты что, кайфуешь, что ли, потому что всякой херней занимаешься? Кальмаром, что ли, пахнет? Не, это пахнет... Тоже знакомый запах, на самом деле, но не пойму, а что. Как милошейка. Резким у лицов. Вау! Резервативами пахнет. Кстати, да. Виды потрясающие. Есть места, которые похожи как Санторини, Греция. Знаете, да, наверное, такое? Только дешевле раз в 10, наверное. Страна вообще классная, дешевая, дружелюбная, интересная. Ну, как интересно. Вот озеро Малави интересное. Так что какие-то достойные замечательности здесь. Не сказать, что прямо супер захватывающие или какие-то впечатляющие. Но озеро оно достаточно большое. Прямо вот здоровое-здоровое, как море. Видимость этого озера до 20 метров. Вообще-то, содержит 7% мировых запасов пресной воды в этом озере. Так что, у кого будет возможность, обязательно побывайте на озере Малави. Вообще классно. Едем сейчас, значит, из Малави. Вот по таким живописным местам в Танзанию. Или, как говорят местные, Танзания. Дорога просто огонь. Похоже на что? На Грецию. 20 человек уже сошлись во мнении, что это Греция. Паш, что ты делаешь? А я их накормлю. Чуваков. Чуваков? Нормально, не едят. Нормально, да, пока не лезут. А что он не ловит? Они не дрессированы. Ты не бойся. Да. О, батя пришел, короче, всех прогнал. Он сейчас точно к тебе в окно залезет. Я сказал, не брать из чужих рук. Вот этот батя стрит точно батя. Да ему, че ты. Да пошел в жопу. Страшно тебе, блять? А тебе не страшно, блять, пацан. Он тебе жопу показывает. А че теперь другие не берут? Потому что батя пришел. Пока батя не поест, никто не будет ест. Такое, видишь, их прогоняет. Самая большая опасность в Африке, помимо дорог, это еще животные вот эти вот, которые ходят везде. И которые у тебя могут прямо перед машиной все эти фары проскочить. И все. Вся экспедиция накроется медным тазом. После офигенно долгой границы мы остановились на небольшую остановку в Чайном поле. В Чайном поле Танзании. Сейчас будем собирать верхние три листочка. Вот обычно собирают вот эту вот штуку. Вот. Но это, конечно, еще не созрел, потому что, видите, уже все общипали. А вот самую-самую только завязь вот эту собирают. И она вот идет на чай. Ее сушат, ферментируют. Вообще выглядят как эти, как такие, не совсем как чайная плантация, какие-то сады. После небольших совещаний мы решили, что это кофе, а не чай. Вот, смотрите. Да, ну, короче, у вас есть шанс исправить меня. Я собирал чай на Шри-Ланке, собирал кофе в Колумбии. Но я не знаю, что это. Это кофе сто процентов. А Серега говорит, что это чай. Серега. Я думаю, что это чай. Видишь, в каких листочках обернут, оборванных сверху. Так. А это чай, когда собирает, так обрывает. А кофе, зерн, от чего это? Короче, это. Напишите в комментариях, что вы думаете. В общем, мы пришли в местную кафешку. Можете посмотреть, что здесь происходит. Сейчас нам принесли еду. Так. Окей. Вы готовы? Да. Вы готовы? Да. Минута. Минута. Минут, кто это говорит. Милло? Милло, да. Милло есть? Да! Дай! Вон prospects deles есть! Дай! Следующий! c'est super! Дай! Мишаism! Давай! Ваш, как тебе местно, вообще? Блин! Шикарно. Это пока лучше заведение, в котором мы были, за все это время. Говорят по-английски. Челси и Арсиная играют. Сначала молод, не забывай. Вода теплая сама, что приходит. Подумали об этом. Ну что, что нам приготовили сегодня? Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это не важно. Некоторые любят. Некоторые любят. Некоторые любят. Бобы. Очень вкусно. Рис, бобы, фрукты и соус. Как тебе понравилось, Паша? Все было хорошо, вкусно. И всего за 7 баксов на десятерых. На троих. А то, что за мной доедают еще 7 человек. А ты скажешь, что включено было? Вот эти наши три блюда. Плюс чай. Плюс две бутылки колы. Ну я не факт, что вот колу, может быть, нам еще не включили. По воде уже оплатили. Да? Оплатили? Чай с джинджером и еще с чем был там? Кардамон. Кардамоном. Окей. Тебе понравилось? Я считаю, что стоит переехать из Биберева в Танзанию. Серега, тебе понравилось? Конечно. Особенно бананы с кетчупом. Бананы с кетчупом были нормальные, да? Непередаваемые ощущения. Ну стоил это 2 доллара или нет? Или ты переплатил? Все новое, что-то стоит.